Масленица – праздник долгожданный. Проводы зимы и встречи весны. Ее празднование на Руси считалось обязательным. «Хоть себя заложи, а масленицу проводи», – говорили в старину. При слове «масленица» в памяти сразу предстают картинки веселых зимних снежных дней, наполненных гаммом и шумом, запахом вкусных блинов. В этом году зима была скудна на снег, но от этого исконно русский праздник не стал менее радостным. В этом могла убедиться наша съемочная группа, побывав 1 марта у кинотеатра «Искра», где шумела широкая масленица. Пряники выпекали, пряники, пряники русские, сладкие, мятные, чаю ароматному, угощенье знатные. Участники русского народного ансамбля «Родничок» задали тон общему веселью проводов зимы. Плясали и пели все, и млад, и стар. С праздником всем здоровья, счастья, счастья. Солнце, вот, масленица – это как начало весны, начало праздников, радости. Хорошего настроения, хорошей погоды. Счастья, улыбок, удачи и всего самого хорошего. Пришедших на праздник поздравил и исполняющий обязанности главы городского поселения «Видное» Александр Усков, пригласив всех желающих на угощение. Спасибо. Я пришла с внуком на праздник масленицы. Вот, угощение получила. У меня большая семья. Всегда по четвергам блины печем и зятя угощаем. В старину масленичное гуляние продолжалось две недели. Сейчас с масленицей отводится неделя. А уж предпоследний день, перед прощенным воскресеньем, люди отмечают ее со всей широтой русской души. Сегодня традиции, видите, как всего лишь неделька. Поэтому я думаю, что такие традиции русской истории нужно действительно сохранять, чтить. И я думаю, что это нужно людям. В городе проводим на четырех площадках. На площадке жоу кинотеатра «Искра», как всегда, было много развлечений для детворы. На батуте ребятишки в волю прыгали. Дети постарше тренировались в меткости. Сейчас покидаю, потом пойду смотреть. На что? На как шлях чучело. Кульминацией праздника по давнему народному обычаю стало символическое сжигание соломенного чучела масленицы, наряженного по всем правилам русского народного костюма. У нас сейчас народ такой стал разрозненный. А эти праздники вот такие, они все-таки помогают, как народ собирается, общается. Поэтому я, например, за такие праздники. Завершает масленицу прощенное воскресенье, когда люди просят друг у друга прощения, чтобы с миром в сердце вступить в семинедельный Великий пост, который начнется 3 марта. Людмила Медведева, Алексей Ильин, Елена Кошлева. Видное ТВ. Какой вариант?